приветствую вас на нашем канале про пчеловодство меня зовут пашка и сегодняшняя тема видео как мы подержали мед и продавали за границу ну по словам мы считаем это в общем украина репутация всей страны страдает и мы дальше начинаем продолжаем точнее анализировать встречи между представителями власти и пчеловодов и мы здесь получается услышали интересную интересное такое выступление татьяны васильковской которая рассказала очень много интересной информации давайте мы эту информацию прослушаем если мы сегодня мы имеем кризу в украине и на и на зовнишнем освете что до экспорта меда то мы ее маем и мы ее не маем просто так из-за чего это из-за того что демпенгуется цена на внутреннем рынке то что джорианзи сегодня не может за 28 гривен продать свой мед и так само демпенгуется цена на зовни 165 евро зовнишняя вартость и кто зараз импортере может поверить что это натуральный мед я а что у нас в канаде и каждый импортер в каждой стране спитался я выступала как раз с доповедью про кризу меду что такое чему украина продает продукт фальсификованный я подхожу до экспорта и говорю хлопцы вы можете открывать свои сертификаты вы можете показывать что мы не не продаем мед а вы представьте себе такую ситуацию вы находите за границей и к вам человек подходит и говорит вы вы продаете компот а не мед а просто слов нет вы представляете что на международном рынке самое главное это получает репутация честное слово правильно рынки украины и рынки мировые это немножко разное и мы не маем сегодня контролю на внутреннем рынке меду який фальсифицирую просто не маем о том как надо проконтролювать який мед сегодня заходить до нас фальсификованный сиропами и когда нам кажут чиновники что мед падает в цене мед не падает в цене мед никогда не может потому что мед как золото мое свою цену если мы говорим про сировину яку мы продаем перекупникам яки потом смешиваются сиропами и мы сегодня не маем законодавчо урегулировано как мы контролюем импорт в украину цих сироп и здесь еще интересный такой такой службе получается что нам экспортеры говорят что понимаете украинский мед стоит мало потому что потому что вьетнам китай и индия выходят на международный рынок они заваливают весь мир и своим медом все пропадает представьте себе такую ситуацию и просто на минуточку представьте просто закрываем глаза и представляем украинский lanos выходит на мировой рынок и mercedes начинает сбрасывать и audi плачет в сторонке падают продажи этих марок да друзья да 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 ну это просто бред ну согласитесь но что такое китай в китае вообще нормы меда это просто ну моча извините на слово ну сложно сказать индия и вьетнам ребята это страны где полная антисанитария где нет никаких условий где люди умирают просто на дороге есть болезни которые уже более-менее в цивилизованных странах до которой ну так или иначе относятся и украина уже давно забыли а там они еще есть понимаете и вы хотите нам навязать что ихний мед это конкуренция украинскому украинскому меду ну друзья ну это просто смешно ну то я давайте будем компот продавать а чуме и вот эта директива по меду яка яку мы имплементовали в такий способ як им плывали як раз дає нам можливість завести в украину фальсификованный продукт сьогодни мы маем 85 экспортеров меду и они мают потужностей больше 300 тысяч а на рынку 70 тысяч я понимаю загрозить свои потужности звичайно вы не лобиюйте питание завозить продукции из других стран света и экспортировать в другие страны света а что мы можем робить что мы будем в середине робить развивать пасечника так то да что мы говорим про про директиву я мы сегодня экспортуем момент мы маем 62 документа згідно этих мы церковно а на импорт мы маем мы маем документы яки заменяют 71 наказ в якому мы взагалі не контролируем о якими они приходят в украину а це продукт який знаходится в линейце фальсификованный продукт овосемь с украинским братством джиллерю украины наполяга и и подала виповедно привер министром подания чтобы в украине створить инспекцию джильництва как окремый орган виконавчика влади и порядковый кабинет министра украины джильництва на сегодня вот правильно сказал пан петро я с ним поддерживаю что за четыре роки рабочая группа не досягла ничего абсолютно и далее вот с доповедей пана лозовицкого при всей повазе это не конкретно до людини говорим про те саме все в куху збираем и рынок меду и джоли и отруяния и селекция и все вот все гарно выглядит я хочу наголосить на наступному ми пропонуємо створення инспекции как окремные структури якщо це неможливо в рамках окремого центрального органа виконавчої влади будь ласка просимо вас можливо це дійсно буде окрема группа як каже пан стритович для того щоб він в міністерстві під вашим керівництвом стільки ми не підтримаємо кандидатуру пана лозовицько я вам прямо кажу і пан лозовицкий хай не ображається тому що всі 4 роки коли ми працювали всі 4 роки він був лобістом того наказу який сьогодні приймав до катастрофи в мутнішній ризі видите получается такая ситуація що експортерів у нас дуже багато і по сути почему бы не заработать правильно? вони согласны даже продавати компот я честно говоря ну если б в нормальній ну в нашей стране все було б нормально понимаете что я немножко хочу сказать получается экспортеры они недавно в фейсбуке видел такую ситуацію что экспортер говорит о ну пускай они расскажут кто это продает этот мед пускай називут фамилию а нафига называть фамилию ребята нафига называть фамилию если это есть если вам пришли и сказали что вы продаете габ и получается нужно еще найти кому-то тыкнуть пальцем то нет разницы для того для той канадской фирмы кто именно фамилия имя отчество то ему нет разницы это украинский мед у вас там есть целая куча и кто-то з вас даже один если это сделает это влечет за собой большие последствия падает все на всю отрас начинающий от рядового пасечника дяди вики который там в селе держит 15 львів вы это понимаете ну вот ну здесь чтоб что то есть понимаете в мире вообще все держится ну я насколько понимаю все держится на честном слове на репутации если у нас нет то вам пора уже собираться потому что в следующем году вы скажете мед по 15 гривен принимаем друзья все пропало индия вышла на мировой рынок вы понимаете что это не выход ну это не выход вообще вы будете там колотить вот этот сироп с нашим медом и все я за что говорю что должен быть бренд украинского меда украинский пчеловод производит мед он придает там есть перекупчик такой небольшой который зарабатывает несколько гривен на килограмме он доставляет до вас нет но он там зарабляет ревню 2 до экспортера экспортер это все пакует и везет ну за границей это нормально вот здесь интересно чем занимается сам экспортер все понятно от пчеловода перекупа экспорт такое впечатление что наш экспортер это точишь маленький перекупщик который не хрен ничем не занимается он просто взял и с украины перевез за границу а за границей украинский мед намешали там с немецкими продали как европейский вот и все люди правильно получается или как я просто я уже одно видео снимал на эту тему я даже сейчас получается такая ситуация или экспортеры наши не профессионалы некомпетентные и они вообще не могут вести бизнес диалог или они полные деби короче полные люди которые ну непонятно можно сказать и к чему я это все веду к чему это все получается такая ситуация что они или так или так они по любом случае что-то модель в моем понимании экспортер это человек который продвигает свою продукцию он может зарабатывать дальше больше это менеджер это человек который договариваться это который сделает бренд с украинского меда с украинской отрасли пчеловодства он должен приезжать и договариваться он должен не забывать про себя а у нас получается что экспортер он себя множит на ноль и начинает множить всю галузь ну извините друзья но вы если не не имеете в этом компетенции то может просто лучше сложить вот это все вашу ваш бизнес и заниматься пчелами я так знаю что у нас некоторые пчеловоды экспортеры занимайтесь пчелами нафиг вам этот мед продавать вам выгодно продавать но ребята но если будет мед то куда его никто ну я же говорю просто сложится это образ все не выгодно но не выгодно но не рассказывайте люди рассказывают что цена сахара и меда должна сравняться но не не рамняйте мед и сахар но не рамняй конечно что еще хочу сказать конечно государство должно как-то влиять на это все должны быть и как какие-то контрольные группы получается видите что мы производим меньше меда чем наши экспортеры могут продать в них конечно конечно есть желание они начинают колотить эту мочу и начинают продавать и мы теряем свой рейтинг что хочу сказать вообще эта информация просачивается очень очень давно даже в россии россия тоже страдает от этого потому что были раньше была такая ситуация но я случайно чисто случайно смотрел на передачу где рассказывали что китай заливает и вот этим медом это я я говорю это сложно назвать медом там такая жидкость что не многие можно мыть понимаете чтобы грибка не было это такая жидкость и они это все бодяжит и проталкивают на российские рынок украинские экспортеры пошли дальше они начали это все бодяжить и проталкивать на мировой ну дядя шура отдыхает ну что же хочу закончить всем всего на лучшего пока